МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Такое сообщение было, война. Ну, тут мы-то молодежь, что нам было по 16 лет, а те, которые уже взрослые, и некоторые побывали на финской войне, они, конечно, восприняли это, что это уже, значит, ну, такое очень неприятное, то, что война, надо будет участвовать в войне. Через некоторое время, значит, меня вызвали в военкомат и сказали, что даем тебе бригаду и будете вести противотанковый ров на левом берегу Кубани. И вот мы там, значит, строили этот противотанковый ров, а потом после этого еще устанавливали дзоты, доты. А уже в 43-м году, так, по приказу военкомата, значит, нас призвали в армию. Было нам по 17 лет. Не только я, так, ну, у нас человек, наверное, так, 25 было. Девочек было, так, человек 10, так, и нас, ребят. Девочек определили в сад БАД для обучения, а нас определили в учебный отряд, значит, там подготовили минометчиков, пулеметчиков, радистов и снайперов. По окончании этих курсов меня направили во 2-ю гвардейскую дивизию, 2-я пулеметная рота, 2-й батальон. В качестве станкового пулеметчика. И вот, значит, первый бой я, значит, участвовал в освобождении станицы Кирпильской. Это у Слабинского района. После освобождения Кирпильской мы начали освобождать, потому что войска из Тихорецка, немцы отступали, шли сюда на Краснодар и для того, чтобы переправиться в Новороссийск. И вот, хутор Ленина. Здесь завязался тяжелый бой был, так, всю ночь бой шел. Но все-таки нам пришлось преодолеть, освободить этот хутор и выйти на станицу Денскую. Станицу Денскую освободили, так, там, значит, было очень много трофеев, так. Потом после этого мы перешли, значит, в станицу Новотитерская, здесь вот под Краснодаром. Эту станицу освободили и пошли на Краснодар. Нам была дана задача выйти на Елизаветинскую и прекратить путь отхода немцев. Значит, мы пришли в село Калинино, там, значит, передохнули и вышли в станицу Елизаветинскую, но уже немцы успели отступить и ушли на станицу Новомышастовскую, Ивановскую и так далее, так. После этого вышли на станицу Марьинскую. И вот там, когда перед станицей, там большой лиман был. Нам пришлось, это был конец февраля месяца, начало марта, нам пришлось форсировать этот лиман для того, чтобы освободить Марьинскую. Станковый пулемет, вот второй номер, он 32 килограмма станкового, это, станок. 22 килограмма тела пулемета. Я несу тело, а он несет станок. А подносчик патронов несет две коробки патронов. В каждой коробке 16 килограмм. Ну, и, значит, я не знаю, до сих пор я не могу понять, почему именно надо было идти через этот лиман, а не обойти и зайти с запада для того, чтобы как можно меньше. Ну, вот так такое распоряжение было. Вот тут, конечно, тем более, что только-только мы призвались. Так, конечно, тут было и страшно, вот когда начали форсировать, да, не можете представить, что стоял просто сплошной крик. Мама, помоги, санитары, помогите. Только что попали на фронт, так, и вот такое пекло. И вот по поясу в воде с этим вооружением пришлось форсировать вот этот лиман перед Марьинской станицей. Освободили Марьинскую и потом вышли на Абинскую станицу. Ну, в Абинскую станицу мы без боев пришли, уже она была освобождена, она была полностью разбита, так. И только кое-где чувствовалось, что люди живут в подвалах, и оттуда теплится дымок. После этого нас переправили под станицу Крымскую. Это был очень сильный опорный пункт немцев, называлась она Голубая линия. И вот при участии и штурме вокзала станицы Крымской меня тяжело ранило. Я был отправлен в город Армавир, в ЭВК-госпиталь. И там находился на излечении. По выздоровлению меня выписали, и я попал в 212-й запасной пункт Кропоткина, а рядом с Кропоткина станица Кавказская. Вот там стоял этот полк. Из этого полка пограничники нас призвали, потому что мы уже были призваны. Каким-то образом приехал представитель, и нас за несколько человек забрал 26-й пограничный полк. И с этим полком я участвовал в оперативных операциях здесь на Кубани, на Северном Кавказе, на Украине. И уже в 44-м году, в декабре месяце, нас погрузили в эшелон, и мы должны поехать на Дальний Восток. При следовании на Дальнем Востоке мы остановились в станции Аральск и город Аральск. Это на Аральском море, не море, это озеро так, вот там. Нас там отобрали где-то человек 45. Обучили, как ездить на лошади, как управлять верблюдами. И бросили наш отряд в пустыню Каракум по борьбе с басмачами. И вот там, значит, мы закончили, когда эту операцию, нас снова погрузили и на Дальний Восток. На Дальний Восток мы прибыли, нас, значит, отдали в распоряжение 1-го Дальневосточного фронта. И с этим фронтом мы пересекли государственную границу и участвовали в освобождении городов. Там они такие города, чтобы, да, Мулен, Мукден, Мудадзян. Мудадзяне мы освободили Мудадзян, и там это остановилось. И вот эта группа, которая занималась, значит, по ликвидации басмачей, так, эта группа занималась пленными. Вот эти японские войска, когда были разгромлены, так, они разберлись там по сопкам, так, а наша задача была, значит, нам дали офицеров японских, так, и они по громкоговорителям объявляли, что война закончена, выходите, сдавайте оружие, и таким образом, значит, для того, чтобы сохранить вам жизнь. Ну, некоторые сдавались, ну, а самураи не сдавались, харакири делали, так, вот. Вот это мы, значит, их всех пленили, переправляли к железной дороге, грузили и отправляли в Россию на лесоповал. В декабре месяце нас вывели из города Мудадзян в Владивосток. В Владивосток, когда мы прибыли, так, нас отобрали, кто имеет не ниже восьмиклассного образования, среднее образование, так, морское пограничное училище по подготовке радистов, мотористов, рулевых и так далее, и сигнальщиков. Закончили мы это училище, и нас расписали по кораблям, по дивизионам, и я попал в 29-й отдельный дивизион сторожевых кораблей на Тихом океане. Война – это очень тяжелое и трудное испытание не только для военнослужащих, а для всего народа, тот, который воюет с противником. Вот это самое обиде страшное. Хотелось бы, чтобы больше такого не повторялось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова